Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Код театра. Я ведущая программы Аксинья Нормандская. Добрый вечер, дорогие друзья! Я знаю, насколько вам это тяжело. Вот самый первый вопрос, Людмила Евгеньевна. Японцы, по-моему, говорили, что женщине в театр путь заказан. Вот за порогом ее будем оставлять, потому что по их каким-то философским убеждениям считалось, что женщина в театре придает свою природу, она как-то ломает себя. И это уже не будет та женщина, которая, по мнению японских мужчин, должна держать и общество, и японского мужчину в тонусе или каким-то образом двигать его. А на самом деле роль женщины в театре, вот какова, если сказать об этом, может быть, кратко, если можно? Ну, я думаю, что это мнение каких-то прошлых веков. Что женщина не способна к творчеству. Молодой Чехов, Антон Павлович Чехов, он писал своему брату, что в области творчества женщина гусь, то есть не способна к творчеству. Ну, наверное, конечно, мы разные, мужчины и женщины. Все-таки у мужчин больше развито рациональное такое начало, женщина более эмоциональная. Я думаю, что в женщине больше развита интуиция, женщина больше способна чувствовать тонкие, какие-то душевные движения. И в этом плане, я думаю, что нужно просто дружить мужчине и женщине. Женщина вносит вот эту эмоциональность, теплоту и душевность в театр. Вот этим она отличается, наверное, от мужчины. Совместное содружество, то есть мы должны у мужчин учиться рациональному какому-то, да, звеному, зерну, а их им дарить эмоциональность, и тогда все будет хорошо. А в целом все зависит от личности на самом деле. Вот про личности и вообще, наверное, вот есть ли такая область приложения сил в театре, в которую все-таки женщина не должна вторгаться, да и к чему? Вот вы знаете, Лена Евгеньевна, правда, вот у меня это не как комплимент, это констатация факта, вызывало восхищение и недоумение. Я не представляла, как женщина всю жизнь, в общем-то, большую часть жизни на тот момент, проработавшая актрисой, вдруг оказалась с новорожденным театром на Большой морской, как вы оказались там более 20 лет назад, с труппой, да, вместе с Виктором Абрамовичем, вы начали это дело, замечательный театр для детей и молодежи, которого в Севастополе не было, прецедента такого не было. Театр родился, и вот это новорожденное дитя осталось у вас на руках, и вы остались с этим новорожденным дитятем, и всем для него, и отцом, и матерью, и директором, и художественным руководителем, и всем на свете. Я не представляю вообще ваше ощущение в этот момент, и как вы сдюжили эти 20 лет. Вообще-то, ну, это под силу женщине. Говорят, то, что нас не убило, то сделало нас сильнее и мудрее. И, наверное, так, ну, в тот период, наверное, это для истории театра будет интересно, когда будут рассказывать историю, о, вот, миллениум, 2000 год, да, вот так вот театр вдруг разъехался, крах полный. Мы, конечно, для нас это был такой коллективный шок немножко, стресс коллективный, и мы плохо понимали, что происходит. Единственное, что я понимала, что остаются люди. А не было такого, простите, ну, ну, хорошо, ну, вот, ребят, не получилось, ну, вы же понимаете, ну, как мы дальше? Было, все было, всякие разные мысли посещали. На тот момент мне, в общем-то, это дело было не очень нужно, потому что у меня была своя, нет, у меня была своя личная такая еще ситуация, которой можно было бы в нее погрузиться, но вот как снежный ком вот это все свалилось на меня, и люди, это та большая сила, которая смотрит на тебя с надеждой, и ты понимаешь, что ты ближе всех, что ты должен сделать какой-то шаг, что ты должен взять на себя. Я не понимала, куда я вступаю, кем я становлюсь. Я понимала, что надо спасать, спасать людей, театр, и, в общем-то, не было ни страха, ни какой-то, не знаю, растерянности, потерянности, вот так вот раз и все, и так оно случилось. Потом, я вот, единственное, что я помню, это когда пришел страх, когда пришло осознание этого. Громады. Чуть-чуть позже, да, чуть-чуть позже, когда надо было начинать принимать серьезные решения, вот тут я в кругу коллектива говорила, но... Давайте, у нас демократия. Они, что, ну, решайте, что будем делать? Они говорят, кто, мы? Я говорю, а кто? Они говорят, вы директор, вы и решайте. И все равно последнее слово за вами, и все равно вы с краем. Я поняла, что я должна принимать решение. Оказывается, я, вот здесь мне пришло осознание, и тогда у меня поселился страх. А какова мера ответственности за каждое принятое решение? Как вот это взвесить все за и против? Ты правильно сделал или неправильно, опыт это не было. Я этому делаю, особенно это и не училась. Профессия у меня была другая. И вот, конечно, держать все в целом, вот это напряжение, да, в принятии решения, конечно, вот здесь я тогда уже всерьез начала погружаться, учить, подсматривать, спрашивать и так далее, уже собирать в копилку. Женское это дело в целом? Руководство? Да, вот такое, именно директорство. Ну, все опять-таки зависит от личности. Если ты берешься за гуш, не говори, что не дешь. Женщина, она от природы многозадачная. И, наверное, устойчивая. Да, устойчивая более ко всяким ситуациям. И она может быстро решать разнонаправленные задачи. Потому что в быту у нас много всего, да. И вот это переходит на более такое крупное дело. И там вроде бы как то же самое хозяйство. Да, работает. Делаешь, получается. Еще делаешь, получается. Ну, раз получается, так вперед. В общем-то, я думаю, что сейчас много примеров руководителей женщин. Женщины, если страной руководят, да, и посты такие занимают. Это уж как-то со своим театральным хозяйством. Театр, мне кажется, тяжелее иногда, чем страна. Это тоже государство. Это сложное государство, да. Здесь есть творческие, хозяйственные вопросы. Они все переплетаются в этом сложность. Но в этом и легче директору, художественному руководителю. Когда в одном лице. Ты вот с этой стороны как директор подумала, как вдруг... Они поговорили между собой. Что-то там поговорили, договорились и решили, что будет так. Пожали друг другу руку, и все хорошо, да. Левилкина, а вот когда были минуты отчаяния, наверняка же их было немало, на что опирались опять? Вот что спасало? Что говорила? Нет, Людочка, давай, надо, идем дальше. Нет, я в работе опиралась только на моих людей, верных, надежных помощников. И без этого я вообще была бы никто, и звали бы меня никак. У нас телефонный звонок, мы сейчас прервемся. Да, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. В первую очередь хотела бы поблагодарить вас за такую замечательную программу. Она настолько душевна и настолько искренна, что чувствую, что сижу прямо рядом с вами. Аксинья Анатольевна, вот пользуясь случаем, хочу поздравить вас с днем рождения сына. Спасибо большое. Матвей просто замечательный, дай бог, чтобы он рос счастливым мальчиком, радовал вас. Он действительно самый лучший. Мало кто знает, что с рождением Матвея в Севастополе зародилось одно очень хорошее, благое дело, благотворительность. Я думаю, что кто знает, тот знает, а кто не знает, там и сам расскажет, если захотите, Аксинья Анатольевна. Но мне бы хотелось задать вопрос гостю замечательный. Можно ли считать театр своим ребенком? И каким он должен вырасти? И что нужно в него вложить, чтобы действительно вот это был тот ребенок, который вы хотите? Спасибо большое. Спасибо. Интересный вопрос. Ну да, вопрос, конечно, интересный. Ребенок есть ребенок. Но, естественно, это все рождалось. Это рождалось здесь у нас в Севастополе. Были и мама, и папа, Виктор Абрамович, Людмила Евгеньевна. И мы вместе взялись за это дело. И были дети. Это были реальные дети. Реальные дети нашего города Севастополя, которые собрались и всерьез стали постигать вот эту науку. И, конечно, сейчас можно что угодно говорить, но театр жив. Это действительно ребенок, который прошел суровые 90-е годы, который, вот это становление все, прошел через большие трудности, постижение профессии, сложности, глубины и всерьез, когда уже стали обучаться в театральных вузах. Это, конечно, миллениум, который разъединил нашу труппу на две. Но мы существуем, и мы родные люди. И сейчас в Старом Осколе по образу и подобию еще один ребенок, слава богу, тоже процветает. И мы, вот уже нам 31 год, мы уже по разрелости. Это крепкий, уже сформировавшийся, сложившийся творческий коллектив, который способен на очень большие, серьезные шаги, прыжки. А вообще, вот, кстати, очень интересный вопрос. Меня он чем зацепил? Чуть-чуть вот, не о том, может быть, а по касательной, о чем мы говорили. Вообще правильно относиться к актерам, к детям? Говорят, это развращает. Нет, неправильно. К актерам надо относиться как к большим профессионалам и требовать им ставить высокую планку, и, конечно, быть требовательным, справедливым, но требовательным. Нет, актерам нельзя. Что значит, как к детям? Пожалеть, сцена отомстит. Воспитывать. Воспитывать. Мама воспитала. Нет, но тем и пользуемся. Воспитывать творчески, да. Воспитывать волю, потому что это сложнейшая профессия. Они же приходят в семью, и в этой семье свои законы. Их тоже надо постичь, да, особенно те, кто приходит маленькие. Ну да, мы всегда напоминали, всегда помните, по какому поводу мы здесь собрались, зачем. Вы здесь по доброй воле. Поэтому сейчас, вот на сегодняшний день, к сожалению, наверное, вот об этом еще Мария Ивановна Кнебель говорила, что все меньше и меньше актеров, которые посвящали бы себя этой профессии. Да. Работа. Да, все как-то, да. Сегодня телевидение, завтра кино, потом немножко театр, потом немножко фестиваль, немножечко школа и так далее. Вот как нету такого вот погружения в профессию только здесь и только. Тогда вырастают большие артисты, талантливых много, а вот таких больших личностей, больших актеров. Да, о чем мы говорили накануне эфира буквально. Да, 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 да. Но она-то вырастила больших актеров. И Лев Дуров, и Собаков. Я надеюсь, что и у нас тоже. А вот очень многие, кстати, считают вас своим учителем. Учителем в профессии. Это они громко сказаны, так вот и есть. А у кого учились вы, Людмила Евгеньевна? Кого вы можете назвать своим учителем и кого вы считаете своим учеником? Может быть, не по именам, да, а вот по качеству. То есть какое качество вы хотели бы, чтобы было в том человеке, которого вы называете своим учеником? Учителем. Учителем. Кто был ваш учитель? А учеников. И кто ваши ученики? Насчет учеников скажу так. Это, конечно, я не имею права говорить, кто мой ученик. Это имеет право ученик говорить, что он ученик. И это, к сожалению, я может быть не знаю, так получается, это приходит очень намного потом. Вот как у меня намного потом выкристаллизовалось из всей моей жизни вот такими тремя столпами мои учителя. Они у меня были, я их знала, я их знаю, но я никогда о них не думала вот так, чтобы теперь вот кланяться внутренне. Мне очень повезло, это большая удача всей моей жизни, мои учителя, я это осознаю теперь. Конечно, мне повезло первый раз, когда я попала в институт, я попала на экспериментальный курс, и это была мастерская Петра Михайловича Ершова, есть такая книга, многие знают, театрал и режиссура, как практическая психология. Последователь Станиславского, он на практике реализовал мечту Константина Сергеевича о создании науки об искусстве. Вот это сделал Петр Михайлович. У него была группа его учеников, его дочь, которая сейчас последовательница, вот они набрали курс, я на него попала. Это было такое счастье, Роза Порфирина, Александр Дмитриевич, замечательный речевик и мастер по мастерству актера. Это была муштра такая, это была, да, закваска крепкая, это основа, это база такая. И за это я теперь так благодарна, что мне, я слава богу, не поступила раньше, а поступила потом, и я попала вот на этот курс. Это первая удача, вот эта мастерская, в которой я побывала. Вторая удача, когда я пришла в театр, театр юного зрителя, Приморский краевой театр юного зрителя. Я начинала с него. Я этого не знала. Да, да, да. И туда в это же время, как я прихожу, приезжает из Санкт-Петербурга замечательный молодой режиссер Юрий Александрович Котов, ученик Зиновия Яковлевича Карагоцкого. Красавец, невероятный, да, как Дон Кихот, кудрявый такой, мы все сразу. Мы в него влюбились, и это был еще один счастливый период. Это была потрясающая школа Зиновия Яковлевича Карагоцкого, этюды, театр на сцене, театр в коридоре. Мы не выходили из театра с утра до ночи, это было счастье и хорошая такая вот тоже крепкая школа. И уже третий мой педагог, это мой учитель по жизни и большой друг Семен Михайлович Лосев, с которым я уже встретилась здесь, в Севастополе. Он работал в театре Луначарского, я тогда работала в театре Луначарского. Мне посчастливилось с ним сыграть только одну роль, и мы расстались. Мы обменялись очень приятными комплиментами после этой работы, которую я храню в себе, его комплимент. Мы расстались на долгие-долгие 30 лет. Я ушла в декрет, а он уехал в Ригу. Но мы как-то творческие какие-то связи сохранились, и через много лет я предложила ему поставить спектакль. Потому что он ученик Георгия Александровича Товстоногова. Он выпустил две книги о творчестве Георгия Александровича Товстоногова. Товстоногов учит. Замечательные спектакли получше. Замечательные спектакли. Он педагог, он театральный педагог, прекрасный. Я хотела, чтобы наши актеры прошли эту школу Семена Михайловича Лосева. И он поставил у нас три спектакля. Я хотела для актеров, но он сказал с одним условием. У меня перед вами долг. Вы должны сыграть в моих спектаклях. Но я им долго не сопротивлялась. Поэтому появились «Васа Железнова» и «Последний срок». Мне это очень дорого и ценно. Так вот, Семен Михайлович Лосев для меня единственный, пожалуй, в моем окружении, пусть не обидятся другие, человек, но потому что он сверх этого, который посвятил себя театральной профессии режиссера. Потому что я наблюдаю его быт иногда, я наблюдаю вообще его жизнь, нашу переписку долгую. Да, это посвящение. Это полностью. То есть совершенное погружение, мне кажется, абсолютно. Ничего не существует. Да, это все вокруг театра, в театре и никак иначе. Вот по поводу Вас и как раз. Есть такое мнение, вернее, я не знаю, я не поддерживаю. Есть хорошая режиссура для меня и плохая. Но вот есть такое выражение, что женская режиссура, женская тема в театре. А как вы вообще относитесь к этому, Людмила Евгеньевна? Есть вообще, имеет место быть вот эта женская режиссура пресловутая, с какими-то характерными для нее, возможно, свойствами? Ну, тоже ответ был дан. Я женская, мужская. Дело не в том, что женская или мужская. Дело в том, что это трудная профессия. Она одинаково трудна и для женщин, и для мужчин. Просто эта профессия, она как бы в себя включает качества, которые больше относятся к мужчине. Это воля, это сила, это, может быть, жесткость. Мы сейчас на секунду прервемся на звонок, ответим и вернемся. На воле и силе остались. Мы слушаем Вас. Добрый вечер. Очень приятно видеть Людмилу на экране. И хотелось задать вопрос. Театр юного зрителя сделан, в принципе, из кинотеатра «Мир». А не хотелось бы вам, чтобы это был настоящим театром, как-то усовершенствовать, может, новое здание построить. Так и Севастополь – это всегда театральный город. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день, уже когда у нас новый директор в театре, мы находимся в федеральной целевой программе и строительство театра в планах города. И город все делает для того, чтобы это случилось. Я думаю, что скоро и зрители, и актеры, и коллектив театра, которые, конечно, заслужил человеческих нормальных условий, скоро обретет это здание, и мы будем с радостью принимать. Это уже обозримые перспективы. Да, это обозримые перспективы уже есть. Спасибо. И вот вернемся к вопросу женской режиссуре. Мы остановились на том, что да, конечно, ей присущи больше мужские черты, сила и воля. Ну, да. Поэтому я, конечно, не рассматривала бы, как мужская, женская. Опять-таки, я бы рассматривала, как вы правильно, Ксения, сказали, хорошая режиссура или плохая. Все опять зависит от личности. Если ты выбрал эту сложную, тяжелую мужскую профессию, будь добр, соответствуй этому. А уже твои плоды, твои результаты мы оценим. И мне не важно, кто поставил хороший спектакль, где я слезами облилась над вымыслом, мужчина или женщина. Просто мужчины, они, конечно, своего первенства немножко не хотят уступать, и чуть-чуть снисходительную смотрят на женщину. И придумали женскую режиссуру. Кстати, знаете, был такой случай, сейчас вспомнилось. Эйзенштейн, он когда-то еще в те далекие 30-е приехал на спектакль, оперу ставила Сац, Наталья Ильинична Сац ставила оперу, и он приехал к ней посмотреть эту оперу. А он где-то снимал фильм рядом. А она ставила оперу Чио-Чио-Сан. И он говорит, ну что, поедем, посмотрим Чио-Чио-Сан. После этого, после спектакля, облившись слезами, он приобрел еще билет и сказал, пойдем посмотрим еще раз Чио-Чио-Сац. Вот так вот. Вот как признал. То есть, конечно, все зависит от личности. Мы знаем очень много женщин-режиссеров за своими плечами. Сейчас молодая режиссура тоже где-то мелькнула. Они говорят, ну, нам спокойно, когда за плечами. Генрия Тагиновская и Галина Волчин. Одна с топором, а другая с обрезом. Там будет уже легче. И тенденция-то намечается какая? Сейчас все больше и больше в режиссуру идет молодая. Да, действительно. И если даже в нашем городе Севастополе мы были одним театром, где была женская режиссура, а теперь в наших главных театрах. Театр Флота, пожалуйста. Пожалуйста, в театре Луночарского есть женщина-режиссер, даже руководитель театра. Поэтому как-то выравнивается ситуация. Что-то тут происходит, какие-то... Я думаю, что как в Швеции, когда мужчины начнут так же бытом заниматься наравне с женщинами, когда это все уравняется, эта проблема вообще уйдет. Да, и это полуобидное определение женской режиссуры. Но женская тема все равно остается в театре. Это ваша последняя премьера, Людмила Евгеньевна Ася. Что вообще, на ваш взгляд, сегодня важно сказать вот сегодня о женщине, современным людям? Вы знаете, Ксения, мы ведь работаем для трех возрастных категорий. И у нас в зрительном зале часто молодежь-подростки. Да. Ася как раз это программное и школьное произведение, адресованное подросткам. И вот когда мы в зале смотрим на лица наших молодых зрителей, юных, мы смотрим, как они затихают, замирают и всматриваются в эту историю. В эту историю. А под конец этой истории даже кто-то и роняет слезу из девочек или там более сентиментальных и мальчишек. Да. И мы понимаем, ого, а Тургенев-то сегодня, о, как нужен. Вот как нужен. А почему? Да потому что в центре этой истории стоит девочка с очень сложной судьбой, с очень сложной судьбой полукровка, которая принимает очень волевые решения, которая делает своеобразный вызов. Она сильнее и брата своего, по своим волевым качествам и возлюбленного этого господина Энн, потому что она первая назначает свидание, потому что она открывает искренно свою душу, потому что она спасает свою любовь. Она готова пойти на этот подвиг, бросить вызов обществу. И я думаю, вот такой сильный характер, он не может пройти мимо внимания молодежи, сидящей в зале, потому что это им очень созвучно, это им очень близко. Как сохранить свою любовь? Что такое вообще любовь? Что это за чувство? Как его надо беречь? Как сохранить себя. Раскрыть себя, да, да. И вот это, наверное, наш мир сейчас вот этих материальных ценностей, да, цинизм, который процветает, наверное, все-таки вот они должны почувствовать, что искренность, любовь, бескорыстность в чувствах. Наверное, это и есть самое ценное в жизни. И я думаю, что вот не назидательно так, вот задача театра, там или школы, или родителей говорить, что такое хорошо, что такое плохо. А вот ребенок через такой спектакль, он сам берет себе в душу то, что он проникает, и то, что ему необходимо и важно. Поэтому спасибо программе федерально-целевой, которая нам дала такую возможность поставить спектакль. И, конечно, юбилей Тургенева, двухсотлетие, год Тургенева идет. Мы очень рады, что у нас... Это успех, когда появляется вот такая правильная, правильный такой спектакль. И это вообще успех. Вот о сильных характерах немножко тоже вернемся назад. Вот буквально, наверное, у нас это будет предпоследний вопрос. Очень кратко. Людмила Евгеньевна, до сих пор вспоминаю, как два года назад вы выступили на словотворении. Спасибо вам огромное. В номинации мастер. Это было такое потрясающее, хулиганское выступление. Я хохотала, я плакала от хохота. Мне было плохо уже просто даже от хохота. Вообще у вас очень много, мне кажется, этого хулиганства, такого задора и азарта. А вот вам помогало это, когда вы были директором? Ксения, нет. Не порадую вас ответом. Я позволяла себе хулиганить в капустниках, в репетициях, на сцене, в образе. Но, к сожалению, вся эта наивность, все это хулиганство, нет, к сожалению, это не те качества, которые помогают директору в руководстве. И никогда не срывалась даже. Нет? Ну, может быть, где-то иногда в своем тесном кругу. Наоборот, мне это мешало иногда, мешало. И я пыталась потом скрывать и свою наивность, и свою веру, и свою открытость, потому что я понимала, что меня легко обмануть. Да, и обидеть. Да, да, да. И потом так стыдно за себя делается, что ты поверил, а тебя обманули. Что хочется тут же и на хулигане. Всё, буду серьёзной, буду жёсткой, крепкой, как мужчина. Бизнес-слейдер. Так что, да. Есть вещи, которые в театре для актрисы, женщины, недопустимы? Очень много. Он здесь может, конечно, отшутиться. Да. Вспомнить про хулиганство, призвать его. Ну, наверное, актриса не должна терять свою форму, потому что это во многом связано с костюмом, который рассчитан лет на пять вперёд. И с деньгами, говорит. И расшить его порой бывает даже невозможно. Поэтому она не должна терять свою форму, она не должна терять своё обаяние, свою индивидуальность, она не должна ссориться с режиссёром, потому что, да, может вызвать негативные реакции. Кто знает, может, режиссёр уже и не возьмёт в другую работу. Надо быть здесь очень и осторожны. А ты думать об этом. Да, да, да. Но, конечно, она не должна выносить на сцену, самое главное, никаких своих настроений из быта взятых, из проблем. Там, это сразу видно, она не должна выносить какие-то конфликтные ситуации, которые связаны с окружающей средой. Сразу актриса перестаёт быть актрисой. Поэтому актрисе тяжело. Пусть подумают девочки, которые хотят быть актрисой. Я вот сейчас это законспектирую, вынесу обязательно, когда мы передачу выложим в эфир. Вот это как будет такой эпиграф. Продолжите, пожалуйста, фразу. Я вот прошу всех режиссёров, которые у нас здесь в студии были в гостях. Эту фразу продолжить. Хороший театр – это что за театр? Хороший театр для детей в данном случае. Это Севастопольский театр юного зрителя. Это одно значит. Потому что. Потому что там с большой любовью и заботой о детях живут и работают настоящие волшебники. Потому что это место, куда дети приходят и получают свои первые уроки жизненные. Потому что они там получают свои самые яркие театральные впечатления, которые они пронесут потом через всю свою жизнь. Я это подтверждаю, потому что мой сын, которого вы сегодня здесь вспомнили, которому 14 лет, вот для него театр начался. С ним рождение. И до сих пор он оттуда никак не выйдет. И слава богу. Скоро увидимся. У нас скоро будет фестиваль. Скоро увидимся. Скоро сказочная королевка. Поздравьте от меня его с днём рождения. Он замечательный мальчик. Спасибо огромное, Людмила Евгеньевна. Спасибо. Спасибо ещё раз за то, что вы нашли время. И мы сегодня действительно так легко и хорошо поговорили об очень важных вещах. И я думаю, что зрители сегодня почувствовали много, много, много любви. Приходите в Севастопольский ТЮЗ и наслаждайтесь этим невероятным чувством вдохновения, любви и крылья. Спасибо.